Семинар 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 обуви, тоже стараемся выпрямить сустав, убрав вот это излишнее искривление в области внешней части ноги. Значит, если мы, кроме вот в контексте подошвенного апоневроза, может быть еще воспаление подошвенной части стопы, который как раз той части, которая соединяет кость пятки и пальцы ног, и которая может давать болевые ощущения. Поэтому скандинавская ходьба в плане профилактики данного заболевания очень эффективна. Вот можете посмотреть на рисунке, когда идет у нас нормальная стопа, как кость выглядит, и когда идет нарушение свода стопы, и ставится заболевание плоскостопия. Начинается искривление в области стопы, но так как организм система взаимосвязанная, очень синхронизированная, то понятно, что через некоторое время начинаются изменения в коленном суставе, потому что организм старается вертикализировать позу, и чтобы не было отклонений от центра тяжести, и происходит искривление в коленном суставе. Постепенно нарушения в коленном составе приводят к нарушениям в тазобедренном суставе, и далее, если это не корректировать, начинается нарушение в позвоночном столбе. Искривление, воспаление и так далее, различные виды нарушений могут быть непредсказуемы, то есть все зависит от того, каков у вас мышечный корсет в том числе. Ну и позвоночник здесь вам показало, чтобы вы понимали, что все-таки изгибы позвоночника в контексте того, что мы говорим о сколиозе, в любом случае существуют естественные изгибы позвоночника, потому что основное назначение их, это вот ослабление тех сотрясений, которые мы испытываем при ходьбе, беге и прыжках. Поэтому так важно при занятиях правильно ставить стопу на поверхность, на опорную поверхность, и важно иметь хорошую обувь. Обувь, чтобы была очень гибкая эластичная подошва у кроссовок, чтобы она была качественная, чтобы она поддерживала свод стопы. Я рекомендую все-таки вот на это не жалеть денег и покупать хорошую качественную обувь. Хорошая качественная обувь на самом деле может служить очень долго, и одна пара может вам помогать не только избегать вот этих нарушений в опорно-двигательном аппарате, но и быть удобной и комфортной и доставлять вам удовольствие в процессе длительной ходьбы, когда мы очень, ну, когда мы, например, куда-то выезжаем и совершаем в контексте скандинавской ходьбы длительную прогулку. Ну, это я еще раз дополнительно вам изобразила и вставила картинку включила, чтобы у вас было понимание, как вот происходит разрушение хрящевой ткани, когда начинаются нарушения в суставах. Это разрушение связки тоже может быть связочного аппарата, который крепит бедренную кость и большеберцовой кости. Картинку мышечной системы я вам включила для того, чтобы вы понимали, что скандинавская ходьба, учитывая, что нагрузка идет на все группы мышц, так как мы работаем палками, идет в том числе и на верхний плечевой пояс, на мышцы спины, на мышцы груди, в том числе если вы в процессе тренировки включаете упражнения и должны обязательно включать упражнения на мышцы, которые менее задействованы, например, мышцы брюшного пресса, то есть можно остановиться или после тренировки, или в процессе продвижения присесть на скамеечку, выполнить небольшой комплекс на мышцы брюшного пресса и дальше продолжить движение. Если у вас тренировка активная, значит, это нужно делать после тренировки. Здесь на данном слайде вы можете видеть, какие мышцы ног у нас работают. Получается, что в контексте занятий скандинавской ходьбой нагружаются все мышцы нижних конечностей и мышцы, которые отвечают за сгибание ноги, за разгибание ноги и за любые другие, за отведение, за приведение. Все мышцы при занятии скандинавской ходьбой работают. В этом ее значительный положительный эффект, что до 100% мышц у нас задействовано в процессе тренировки. То, что мы говорили о методах развития физических качеств и особенностях построения тренировки. Основной метод использования в тренировочном процессе при оздоровительных занятиях это, конечно, равномерный метод. Этот метод, который используется для того, чтобы дать нагрузку на сердечно-сосудистую кардиореспираторную систему, чтобы работа шла за счет кислородных источников энергии, для того, чтобы не было каких-то отрицательных моментов после тренировки. Для того, этот метод равномерный, он по времени может продолжаться довольно долго, от 30 минут и выше. Кроме того, используется переменный метод, где вы можете давать уже этот метод равномерный, простите, не сказала, он рекомендуется для начинающих, то есть начинающие используют исключительно равномерный метод. Если вы уже занимаетесь скандинавской ходьбой довольно давно и вам хочется, чтобы тренировки оказывали и тренирующий эффект, надо работать на более высоком пульсе и надо немного менять нагрузку в течение тренировки. Например, переменный метод, то есть вы идете, вы работаете сколько-то километров проходите скандинавской ходьбой, и часть этой дистанции вы идете в быстром темпе, темповая ходьба, часть идете в спокойном темпе. Сейчас у всех есть фитнес-треггеры разные, часы, которые показывают пульс. Можно ориентироваться на пульс. Если вы обычно в равномерном методе у вас пульс 130, к примеру, то вы при переменном методе должны сделать так, чтобы пульс был чуть-чуть выше. Это показатель того, что организм тратит больше энергии и уже тренировка носит тренирующий неоздоровительный эффект. Кроме того, вы можете одевать утяжелители, маленькие утяжелители купить по 500 грамм, одевать их на ноги либо на руки, тем самым давая дополнительную нагрузку и будет тот же самый эффект. То есть для того, чтобы эффект перешел от поддерживающего здоровительного к тренирующему, необходимо работать более интенсивно на более высоком пульсе. И вот такую табличку я вам привела, где показано, какая нагрузка относится к какой и как можно в течение тренировки согласно этой табличке выстроить свой тренировочный процесс. Например, нагрузка может быть малой мощности, может быть умеренной мощности, может быть большой мощности, субмаксимальной и максимальной. Ее контроль, какая нагрузка у вас и какой мощности, может быть выполнен путем знания, так скажем, вот двух первых горизонтальных строчек, продолжительность работы и ЧСС. То есть если вы работаете на пульсе 130-140, ну для тех, кто имеет более низкий уровень подготовки, этот пульс может быть 120-130. Здесь имейте в виду, что все-таки эти цифры, которые приведены здесь, эти цифры не совсем для людей с низким уровнем тренированности. Можно эти цифры для себя снизить, сделать, например, 120-130, 130-140, к примеру, и сделать такой график для себя это возможно. Но на самом деле, согласно научным данным, вот работа малой мощности, к ней относится работа, которая длится 40 минут и более, на пульсе 130-140 ударов в минуту. Следующий режим работы это работа, которая длится до 40 минут, это работа умеренной мощности, она длится на пульсе 140-160. Ну вот пульс я вам говорю, что он очень довольно высокий, конечно, этот пульс для лиц, которые не, которые мы не можем говорить, что это лица нетренированные. У нетренированных лиц работа умеренной мощности будет на более низком пульсе, поэтому в этом контексте нужно для себя сделать свою табличку. и работа большой мощности считается до 30 минут, пульс довольно высокий, в районе 160 ударов в минуту, и субмаксимальная максимальная мощность, это, конечно, такая работа в контексте здоровительной тренировки, она не используется, потому что эта работа и в принципе и большой мощности, и субмаксимальная, максимальная, это уже такая тренировочная работа, поэтому здесь, конечно, эта информация, она идет для сведения, для понимания того, как вы строите тренировку, но всегда должен быть тренер, наставник, который знает, какой тест провести, определить у вас уровень вашей физической работоспособности, определить порог анаэробного обмена, и отталкиваясь от этого порога, выстроить вам вот эту зону мощности, которая будет решать ту задачу, которую вы ставите, либо это оздоровительная задача, если вы никогда не занимались и только начали заниматься скандинавской ходьбой, либо это тренировочная уже, работа с тренировочным эффектом, и так далее, то есть здесь нужны знания физиологии и умение планировать тренировочный процесс, даже если это касается оздоровительной тренировки, просто этот тренировочный процесс не такой сложный, как когда мы говорим в контексте спорта высших достижений, естественно, это разные вещи, но принципы построения тренировочного процесса, они в любом случае сохраняются и для оздоровительной тренировки они тоже должны быть, потому что если мы не будем выстраивать тренировку и планировать ее, моделировать ее, то можно очень долго ходить с палочками и поддерживать, не оказывая на организм необходимый тренировочный эффект, в том случае, если вы не соблюдаете число занятий в неделю, там, вы работаете например на пульсе очень низком все время нетренирующим, а зачем? Можно выстроить все правильно, можно добавить какие-то средства, которые имеются сейчас в наличии, их очень много, чтобы дать нагрузку на организм и за это же время выполнить такую работу, которая окажет довольно высокое влияние на состояние вашего здоровья, потому что в любом случае мы всегда говорим в контексте оздоровительной тренировки исключительно о здоровье. И здесь же вы можете такая-то она большая табличка просто для сведения остальные строчки вам идут, какой расход энергии идет, какой общий расход энергии от этой работы такой продолжительности. Если вы знаете, что такое МПК, например, вы можете понимать, сколько у вас при такой нагрузке, в каком режиме идет работа. И единственное, что я хочу вам сказать, что вот здесь такие слова есть аэробная, анаэробная, анаэробная, анаэробная. Это говорит о том, что когда мы работаем, самый оптимальный вид работы для лиц, которые занимаются здоровительной тренировкой, это работа в аэробном режиме. Почему? Потому что именно работа в аэробном режиме создает основу нашего здоровья, создает определенную функциональную базу, функциональную базу, которая дает нам возможность быть здоровым, не болеть, выдерживать все те стрессовые влияния, которые встречаются в нашей жизни. И даже если мы болеем, то адаптивные резервы нашего организма в принципе способны самостоятельно выйти из повреждающего действия вот этих инфекционных агентов. А работа аэробно-анайробная это уже работа такая с эффектом тренировки. То есть когда мы повышаем функциональные резервы организма довольно значительно. Такая работа должна выполняться только когда у вас создана хорошая функциональная физическая база. Нельзя начинать работу в аэробно-анайробном особенного аэробно-анайробном режиме когда у вас физически и функционально организм не готов. Это принесет только вред. Поэтому здесь вот в том в этом случае я говорю о том что всегда должен быть знающий тренер специалист который имеет соответствующее образование понимает этого. Это все и знает как дозировать нагрузку как выстроить вот этот пусть маленький тренировочный процесс выздоровительной тренировки но все-таки как говорится свой тренировочный процесс. Также вы можете посмотреть как работают другие системы в этой нагрузке но в контексте того все-таки что мы говорим о глядя на дискутира по зонам мощности все-таки говорим это в контексте спорта поэтому когда мы говорим что работа дыхательной системы ниже максимального то при работе большой даже умеренной мощности для вас работа дыхательной системы может быть совершенно не ниже максимальной а максимальной но повторный метод мы с вами рассмотрели равномерный метод переменный метод есть еще повторный метод который тоже принимается уже применяется уже когда лица довольно давно занимаются и проходят какие-то повторные отрезки с таким тренирующим эффектом давая себе после прохождения определенной длины отрезка тоже отдых опять чтобы понимать какой отрезок должен быть какая длина отрезка должна быть при скандинавской ходьбе сколько нужно отдыхать на каком пульсе этот отрезок приходить до какого пульса для какой минуты вы должны восстанавливаться все это знает только человек который имеет необходимое образование физкультурное и у него имеется квалификация тренерской компетенции тренерские здесь человеку который никогда не имел отношения к этим вопросам очень сложно подобрать правильную нагрузку оказывающую необходимый положительный а не отрицательный эффект потому что вы понимаете что перегрузка несет в себе крайне негативно может нести крайне негативное влияние на организм ну и интервальный метод это метод который применяется когда спортсмен в общем довольно высокий уровень готовности у него просто чтобы что такие методы существуют вы знали и характерной чертой его это неоднократное выполнение упражнений с регламентированным регламентированным отдыхом то есть это метод который включает в себя довольно большую нагрузку в любом случае она может подниматься и может опускаться например прохождение отрезков длиной там 200 метров 150 метров 100 метров 50 метров и потом наоборот прохождение 50 метров 100 метров 150 метров 200 метров и так далее то есть в интервальной тренировке могут по-разному варьироваться нагрузки здесь зависит от скорости с которой человек проходит и уровня ЧСС на который человек с которой человек идет и от этого время отдыха регламентируется либо по ЧСС либо четко регламентированное поэтому такие методы применяются уже у высокотренированных людей часто применяют комбинированные методы например серийное выполнение упражнений а интервал строго дозирован и так далее то есть много при построении тренировочного процесса много варьируются разные методы не обязательно что они применяются в чистом виде и вот равномерный метод как раз прохождение дистанции с равномерным методом это основной метод повторюсь для использования в оздоровительной тренировке переменной и еще метод который называют фортлек который тоже применяется можно применять в оздоровительной тренировке это когда например вы проходите дистанцию 10 километров из которой 2 километра идете довольно спокойным темпом например 1 километр проходите в высоком темпе потом снова 2 километра спокойным 1 километр темповая ходьба то есть разное сочетание но вот фортлек очень эффективен для развития функционального повышения функционального уровня организма потому что перепады ЧСС все время заставляют организм в общем повышать свой уровень функционального состояния в процессе вот таких использования таких тренировок ну и немножечко о афинской ходьбе здесь я включила информацию в том как она зародилась и чтоб вы просто знали что это скандинавская ходьба или финская ходьба там иногда ее называют все-таки это залицензированная марка и за ним право принадлежит эта лицензия к марке Кантаневы он начал осень 97 года первые занятия с инструкторами и он разработал вот все вот эти размерные ряды разработал сам палки они начали сами производить палки вот эти вот люди которые стояли у истоков всего этого они как раз и сейчас этим занимаются просто они разделились кто-то занимается изготовлением палок то есть у них есть свои предприятия а марка занимается просветительской деятельностью популяризирует скандинавскую ходьбу ездит по разным странам проводит семинары обучающие и так далее вот в зависимости от роста как нужно подбирать палки и например палки в любом случае скандинавские вы прекрасно знаете наверное что они можно подобрать по размеру увеличив или уменьшив размер и в соответствии со своим ростом поэтому этот как они разрабатывали палки он рассчитывали еще индекс на основе роста человека и вот в процессе тренировок рекомендовали марка рекомендует придерживаться для подбора палок среднестатистическим индексом 0,7 умножить на рост человека вот так как бы можно табличкой пользоваться можно рассчитать в 2000 году уже очень в принципе давно создалась международная ассоциация финской ходьбы которым учредителем и ответственным является марка и в 2010 он основал международную федерацию финской ходьбы уже в общем сам поэтому вот его деятельность просветительская вылилась в то что ну по данным его 14 миллионов человек увлекаются ходьбой с палками на самом деле это прекрасное средство особенно в контексте того что в российской федерации и в москве созданы созданы различные мероприятия или проводятся различные мероприятия в контексте серебряного университета для лиц пожилого возраста потому что в любом случае скандинавская ходьба это идеальное средство для поддержания физического функционального состояния и не нанесение вреда собственному здоровью путем вот каких-то перегрузок неправильно подобранных средств и если мы говорим опять же продолжаем про снаряжение то необходимо учитывать общее физическое состояние мышечный тонус длину руки темп ходьбы и ландшафт где предполагается ходить в каком смысле это имеется ввиду что есть палки разного качества есть недорогие палки есть более дорогие палки изготовленные из прочных металлов и понятно что если человек проживает например в южном регионе где местность гористая либо и он любит ходить вот именно в горы понятно что там не рекомендуется покупать недорогую хрупкую палку палки для спортивной ходьбы рекомендуется купить хорошего качества палки которая выдерживает большую нагрузку когда человек поднимается по отвесному подъему опирается на данные палки чтобы палка не сломалась и человек не получил травму потому что понятно что во первых вес разный во вторых и усилия прикладываемые вот при давлении на палку очень значительная понятно что все должно быть удобно не только кроссовки и ручка и вот темляки которые обхватывают руку надежно должны облегать в дешевых палках они начинают растягиваться палка начинает болтаться это тоже постоянно подтягиваешь этот темляк не очень хорошо держится вот то что держит веревочку крепеж и так далее поэтому в верхней части а в нижней должен быть металлический шип который обеспечивает безопасность движения вот в сухую погоду либо при гористой местности когда гористая местность и сапожок по асфальту тоже должен плотно одеваться и вот когда мы ходили группой со студентами на скандинавскую ходьбу вот эти сапожки очень часто теряются потому что палки не очень дорогие сапожки теряются и конечно же когда потерялся сапожок уже очень сложно будет ходить без сапожка по асфальту потому что палка будет соскальзывать то есть свои плюсы и минусы и вот Марк рекомендует опять же деление лиц по уровню физического состояния и он поддерживает ту же идею что конечно поддерживаем мы которые работают специалисты которые работают в области физической культуры имеют необходимое образование что всегда перед любыми тренировками нужно оценить уровень физической подготовленности человека если уровень здоровья оценивает врач и дает справку на разрешение то уровень физической работоспособности уровень функционального состояния уровень даже физического состояния такие вещи оценивает специалист в области физической культуры и спорта поэтому когда Марка когда мы дальше будем смотреть я вам покажу но вот уже здесь при коррекции длины палок Марка рекомендует те люди которые находятся в группе здоровья это палка 0,7 умноженная на рост группа фитнеса 0,7 умноженная на рост плюс 5 сантиметров и группа спорт которые высоко подготовленные ходят уже по горам в быстром темпе на грани там скажем перехода на бег они плюс 0,7 умноженная на рост плюс 10 сантиметров это говорит о том что рука меняет положение палка плечо и предплечье находится не под углом не под прямым углом друг к другу а под острым углом что усиливает нагрузку на верхний плечевой пояс особенно на руки на дельтовидные мышцы на вот эту верхнюю часть спины ну вообще на верхний плечевой пояс можно сказать чтобы там не уходить конечно глубоко поэтому при выборе обуви я уже вам говорила когда говорила про то что стопу нужно оберегать корректировать если нужно специальными средствами и укреплять марка то же самое в своих работах пишет что внимательно подбирать обувь внимательно подбирать колодку обуви даже когда как у нас ложатся в кроссовке пальцы даже да плюсневые кости потому что при довольно быстрой ходьбе и при длительной ходьбе эти косточки получают большую нагрузку и либо снижается сила толчка либо снижается снижается нагрузка на одну часть стопы и увеличивается нагрузка на другую часть стопы поэтому здесь вот в этом контексте я еще раз вам повторяю что обувь должна быть очень качественная с качественной подошвой и чтобы можно было чувствовать свою стопу чувствовать как передняя часть стопы выполняет толчок и такой эффект конечно жесткая подошва не дает она не дает чувствовать сам толчок чувствовать как чувствовать даже то поверхность по которой вы идете поэтому можно и на самом деле подскользнуться и получить травму поэтому по по весу тоже нужно смотреть потому что каждые 100 грамм веса обуви дополнительно увеличивает нагрузку стопы на прилично на 1000 килограмм каблуки провоцируют наклон таза вперед то есть кроссовки которые иногда такие с подошвой очень высоко поднимающие пятку то они провоцируют наклон вперед нарушают опять вертикализацию позы и тоже несут не очень удобно можно споткнуться и так как идет неравномерное распределение неравномерное распределение веса ширина стопы как показали исследования в среднем 9,3 сантиметра ширина обуви 7,5 сантиметров и вот он говорит о том что женщины всегда у них идет проблема связанная с тем что женщины носят обувь на 20% уже чем необходимо и плюс использование каблуков тоже деформирует стопу поэтому вот в отношении спортивной обуви здесь нужно очень тщательно подбирать и не экономить на этом и если обувь не свободная сужена то опять же уменьшается площадь опоры что тоже делает туловище неустойчивым поэтому еще раз в контексте того что на стопе очень много нервных окончаний мы все знаем что нам и специалисты и врачи и марка также поддерживает это рекомендуется чаще ходить босиком активируя таким образом сенсорные системы и напоминаю вам что любое любое нарушение техники оно несет в себе нарушение техники нарушение костно-мышечной системе то есть костно-мышечная система как я уже и говорила начинает страдать снизу вверх если происходит нарушение в стопе то потом идет в колени в тазобедренном суставе и переходит на позвоночник ну и по технике финской ходьбы немножечко напомню вам может быть кто-то здесь знает кто-то здесь уже такой специалист в этой области а кто-то не знает в общем не надо ходить если вы персонируете себя как вот вы занимаетесь скандинавской ходьбой то нужно активно работать руками должен быть темповой шаг определенной длины и вы должны идти активно давая нагрузку на все системы организма как и положено палки выносятся вперед под небольшим углом ставится на уровне стопы активно работают как раз-то забедренные суставы как я говорила происходит вышагивание вперед с поворотом таза и плечевые суставы движение палками прямолинейно рука выносится вперед не в сторону толчок идет тоже прямолинейно четко назад не сжимать сильно руки при отталкивании ладонь приоткрыть немного и завершить отталкивание с опорой запястьем о темляк и с ротацией с толчком с работой плечевого сустава то есть те кто у нас катался на лыжах ходил на лыжах и понимает что такое техники лыжных ходов конечно им легче овладеть техникой скандинавской ходьбы тем тем лицам которые этим не занимались толчок завершается толчок палкой по линии бедра выполняется при отталкивании палки втыкаются в землю на уровне вот недалеко от бедра на уровне стопы впереди идущая примерно под углом 65 градусов отталкивания когда отталкивание происходит то есть под углом 65 градусов отталкивание происходит когда палка находится под углом 45 градусов но движение ног опять шаг с пятки с пятки начинается с опорой на подушечки нога в коленном суставе разгибается полностью и длинный шаг с ротации тазобедренного сустава поэтому вот в некоторых пособиях по скандинавской ходьбе которые выпускаются нашими специалистами у нас же создаются разные школы и так далее я прочитала что теперь при выполнении толчка нога в коленном суставе полностью не разгибается вот на самом деле если нога не разгибается полностью в коленном суставе то естественно мышца не дорабатывается все время идет не незаконченность движения нога в коленном суставе должна разогнуться полностью и получить мышца должна получить сверху до низу свою нагрузку если у нас мы поднимаемся в гору то наклоняемся вперед активно работаем руками снижая амплитуду шага и активнее поднимая бедро а в если мы спускаемся то вот здесь как раз колени должны быть согнуты вес распределен между пяткой и местом куда втыкается палка упор на палки как раз в том контексте что если палки некачественные то они могут сломаться и вы можете получить травму и нижнюю часть палок вперед сильно не не выносить то есть здесь нужен такой контроль контроль над палками при спуске потому что это опаснее чем подъемы но грубые ошибки одноименное движение рук и ног наверное уже встречается редко если только на лыжах но наверное бывает слишком палки втыкаются близко к туловищу могут быть скованное движение могут и палки выноситься вперед наконечником палок вот эта ошибка то есть палки вперед не выбрасываются как раньше если вы помните изучался четырехшажный попеременный ход и там было движение когда палки выносятся вперед здесь палки находятся наконечники палок вперед не выносятся прямолинейное движение рук то есть не заходят ни вперед ни в стороны четко по прямой вот это нужно контент контролировать и значит опять же то что я вам говорила когда показывала методы тренировки это четыре основных фактора как составляющие эффективности тренировок это интенсивность время выполнения регулярность и качество тренировок вот данные рекомендации продолжаются по тренировке время выполнения тренировок регулярных тренировок и качество тренировок где как раз вы можете увидеть что марка тоже рекомендует развивать общую выносливость как основу повышения адаптационного уровня организма и дополнять физические нагрузки силовыми упражнениями и упражнениями на развитие гибкости здесь вы можете посмотреть приблизительные показатели максимального пульса для женщин и мужчин максимального с учетом возраста вот если у нас идет рекомендация 220 то здесь вы можете видеть что женщинам рекомендуется финляндии 226 здесь расчет интенсивности тренировочных нагрузок по чсс процента ход максимального можете рассчитать и опять дать себе легкую тренировку умеренную тренировку тяжелую тренировку исходя вот из возраста пульсового режима и длительности упражнения здесь вы можете оценить тренировку по субъективным ощущениям и посмотреть выполнили ли вы те задачи которые ставили перед собой или вы ставили со своим руководителем задачи вот согласно данной табличке количество занятий в неделю конечно мы понимаем что заниматься и все все кто хорошо учился по предмету физическая культура в школе все прекрасно понимает что заниматься нужно как можно чаще и когда мы говорим в контексте что лучше заниматься один раз и длительную тренировку либо несколько раз и тренировки короче конечно же это второй вариант несколько раз и тренировки короче поэтому от одного-двух раз не будет того эффекта который мы хотим дождаться иметь конечно это будет лучше если вы лежите на диване но это будет тренировки только поддерживающие минимум три раза в неделю и чаще чтобы повысить уровень уровень не только физической но и функциональной подготовленности начинать тренировку если мы говорим о скандинавской ходьбе ходьба не менее 30 минут а и только через три-четыре недели мы увеличиваем время тренировок и через два месяца количество тренировок то есть соблюдаем основной принцип спортивной тренировки принцип постепенности и как мы диагностируем физическое состояние вот марка пишет что один раз в три месяца нужно обязательно диагностировать свой уровень функциональный физический ну проводить какое-то тестирование на оценку силовой выносливости мышцы мышцы разных групп мышц или в целом на оценку уровня физической подготовленности ну я думаю что можно и не раз три месяца можно это делать реже можно делать раз в полгода на таком этапе тренировки на начальном этого вполне достаточно раз три месяца это ну в принципе слишком нагрузочно даже может быть вот здесь даны рекомендации по работоспособности мышц брюшного пресса с определением уровня вот вы можете посмотреть значит скажем так не сильно высокий нормальный где-то так же как дается у нас на на гто за за 30 секунд женщины и мужчины за 30 секунд дальше мышц спины то есть гиперэкстензия до подъем туловища тоже мужчины и женщины дается табличка отжимания мужчины и женщины и вот такое функциональное тестирование марка предлагает заполнять анкету когда люди приходят к вам заниматься и с выбором номера значит класса активности когда вот мы знакомимся с теми кто с теми лицами которые поступают к нам приходят к нам в группу можно оценить максимальное потребление кислорода вот такую интересную табличку формулу он дает которая принята опять в финских финских институтах очень интересная потому что она не требует таких значительных расчетных характеристик ну вот у них это принято они так рассчитывают мпк и на самом деле на самом деле она показывает то есть мы все это заполняли она достаточно информативно и уже в группе то в такое ее точно можно использовать вот класс активности и физическое состояние по типу знаете наши пробы руфье когда мы сдаем или адаптационного потенциала у них называется это класс активности а не датационный потенциальный уровень адаптационного потенциала но смысл тот же самый и большое значение придается индексу массы тела и там давно этому индексу придается большое значение сейчас он и у нас очень информативен и везде и у врачей и у нас включен в обязательное тестирование вот точно так же показаны вот эта табличка показана примерно так же как у нас на том же уровне 1924 по крайней мере то же самое как у нас и вот оценка функционального состояния по максимальному употреблению кислорода дается классификация какой класс у нас такая табличка и тест который мы сдавали которые они сдают чтобы определить уровень выносливости это ходьба на 2 километра темповая ходьба ну как говорится кто как может в максимальном темпе но без палок то есть у них ходьба без палок и вот пример расчета этого индекса то есть засекается ну понятно дистанция стандартная 2 километра засекается время прохождения дистанции минуты значит минуты секунды ЧСС засекается индекс массы тела возраст все это перемножается и получается вот цифра определенная которая потом фиксируется в том какой у вас уровень физического состояния какая ваша физическая форма теперь и получается что согласно вот этого полученным данным он начинает разбивать или там мы должны разбивать или нам можно использовать это на нагрузке 4 уровня интенсивности а группы на начинающий средний продвинутый или где-то у него средний фитнес называется вот первая легкая нагрузка для всех групп умеренная для всех как мы говорили по методам да тяжелая для группы С и П и максимальная только для группы П то есть вот такой уже с тренировочной нагрузкой вот здесь расписан примерный недельный план и нагрузки для уровня начинающих здесь прописан примерный план нагрузки и задачи которые стоят для уровня среднего сколько раз в неделю сколько время тренировок сколько время прохождения скорость время прохождения дистанции это и сколько от нагрузка какого характера выполняется по максимальной отходя от процента максимальной ЧСС и продвинутый уровень тоже дается такие же рекомендации по продвинутому уровню в контексте коррекции нагрузки в процентах от максимальной ЧСС вот ну здесь это просто рекомендации продвинутой группе что чтобы как выполнять нагрузку и чтоб не превысить свои функциональные резервы поэтому костно-мышечная система включает в себя значительное количество мышечных групп костей и все это связано между собой все это контролируется мышцами понятно что мы обязательно должны к ходьбе которая в первую очередь развивает функциональный потенциал нашего организма включать упражнения на укрепление силовые упражнения на укрепление мышечных групп и вот рекомендуется даже количество повторений как развивать мышечную массу как укреплять и как развивать максимальную силу все мы знаем что необходимо начинать с нижних конечностей и так сказать подниматься вверх и желательно вести тренировочный процесс чтобы все было под записью можно было корректировать анализировать эти данные дневник тренировок может выглядеть вот в такой форме но обязательно записывать как это делают и спортсмены которые тренируются соответственно относятся к тренировочному процессу тренируются на высоком уровне чтобы была возможность проанализировать исходя из вашего функционального состояния теперешнего корректировать тренировочный процесс вот один раз в 12 недель тестирование один раз в 6-12 месяцев и один раз в 2 недели менять тренировочное упражнение то есть опять же в контексте того что человек мышечная система и организм привыкает к упражнениям начинают экономить энергию и не так эффективно воздействовать на мышцы если упражнения всегда одни и те же так что вот спасибо за внимание небольшая информация вам по скандинавской ходьбе надеюсь она вам пригодится спасибо 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 спасибо